всем добрый день начинаю видео с показа такой розочки амадеус плетистая роза очень пышно цветет у меня розочка это еще достаточно молодая цветение очень обильная рядом роза фламентанс вот видно справа это амадеус здесь фламентанс цвет очень заметно отличается фламентанс у меня не такая рослая но тоже цветов очень много просто они вот с двух сторон здесь обвивают амадеус конечно гораздо пышнее ярче вот уже и проявляется цветение тыщелистника вот такой таракотовый цвет стахис не обрезаю я вот эти цветоносы потому что скажем если я его обрезаю у меня практически вот здесь не будет видно так его красиво их нижних листьев больших это нужно делать тогда цветник немножечко другой как почвопокровный вот уже лопчатка тоже больше расцветает лаванда уже начинает набирать цвет а маргаритки уже увядают здесь розочка цвела бутону будут еще другие вот бутончики это amber queen роза здесь бутончик а здесь розочка черри бренди набирает бутон еще не было цветение крупнолистная гортензия может быть и будет цветение но в конце лета она маленькая небольшая такая golden celebration роза первое цветение спирея уже вся почти распустилась и здесь уже почти весь распустилась герань сам морская вот еще все бутончиках в основном но уже есть такие цветочки а я сейчас покажу клематис это руж кардинал такой бархатно-темно-бордовый у него белые тычинки вот здесь так наверху на самом тоже цветок надо еще выше опору ему чувствуется будет расти еще сейчас конец июня последние числа июня и он уже вырос выше своей опоры которые я ему поставила а бутоны он набирает и будет будет еще расти поэтому надо подумать ему еще дополнительно какую-то опору повыше вот такой руж кардинал здесь древовидный пион конечно на солнышке обгорает поставлю его немножечко с панбондом опору сюда чтобы сейчас жаркое солнце его вот так не обгорали у него листья красавец синий синий голубой ирис цветет очень красивый пока в одиночестве а здесь локсы и распустился дельфиниум вот такой белый махровый красивый а это клематис варшавка nike сначала при первом взгляде напоминает руж кардинал но здесь более фиолетовый оттенок руж кардинал более такой бордовый насыщенная здесь фиолетовый насыщенный такой цвет и у него желтые вот эти тычинки если кто-то не обращал внимание то вот отличается цветом тычинок очень у руж кардинал они белые а здесь желтые таких оба достаточно темных клематиса интересно тут лепесток в бутоне закручен так лепесток вот здесь вот он пониже пониже ну бутонов тоже достаточно вот здесь потом здесь бутоны это только первое буквально первое цветение начало самое цветение здесь два цветочка и там тоже здесь находится у меня под яблони руж кардинал тоже два цветочка начало цветение клематиса метельчатая гортензия сейчас набирается цвете это на штампе у меня фантом метельчатая гортензия достаточно много будут я думаю что будут не крупные шапки я старалась подрезать побеги у них во-первых тоненькая у нее на на штампе чтобы не тяжело было старалась формировать все так чтобы шапки были не очень крупные иначе ее начинает ломать и заваливать штамп вот здесь такой и с одной стороны вот не перезимовали вот здесь ветки их надо обрезать и получается у меня с левой стороны недостаточно здесь веток поэтому тоже при обрезке буду стараться формировать чтобы в эту сторону в левую больше оставлять веток а справа и обрезать но это осенью буду делать формировку здесь просыпается клематис это пурпурия плена элеганс вот у нее небольшие у клематиса цветочки вот такие пошел сюда две арки рядом от другого клематиса и он начинает перебираться здесь козер уже все как был он отцвел буду эти плите удалять которые отцвели первое цветение роз продолжается это абрахам дерби здесь она уже вот увядает уже в распуске было здесь начинает распускаться по тостин у меня еще вот здесь на бутонах это по тостин а здесь александров кент бутоны соцветия один вот распустился очень очень крупный цвет вот они насыпались уже здесь такой даже цвет розовый переходит в лиловый потому что на солнце а так он вот такой розовый нежно нежно розовый цвет и здесь распустилась вот я догадала как раз какая розочка все правильно это горячий шоколад розочка hot chocolate вот у нее прям такой интересная расцветка красно-бордового такой темный-темный насыщенный цвет красивый это горячий шоколад рядом с ней у меня растет вдоль дорожки рожадная герань я ее буду дальше распространять и так чтобы она как раз розочкам не мешала буду убирать отсюда смотрю с одной стороны хорошо что здесь растет герань она не дает во первых и сорнякам сильно много здесь разным разрастаться и сейчас когда жара прикрывает землю и так притеняет скажем розы что они тоже с не сильно чтобы горели но все равно буду вот отсаживать вот здесь вот делить в этих местах продолжать прикапывать и потом отсаживать дальше чтобы вдоль тропинки до тараса наросла здесь абрикос веточка у него конечно одна очень сильно наклонена в будущем может быть придется вот делать вот здесь вот опору на этот ствол вот сюда повыше опору потому что то опоры зеленая она вот очень низковато надо повыше вот сюда делать опору так вот ему надо чтобы чуть-чуть его так вот приподнять сейчас он вот так опустился вот такое сейчас цветение основное начиная с роз я показывал это щелистник вот здесь будет досаживаться цветы колокольчики будут срезаться колокольчики будут срезаться здесь розы локса пиоды еще пиоды еще от цветут еще радует потому что у них много бутонов на ветке когда не по одному бутону то вот еще есть цветение но через две недели все что вот бутоны отцвели я буду обрезать цветоносы чтобы они не тратили силы пиоды вот на вызревание семейных вот этих коробочек но не сразу я буду обрезать она недельки через две вот это пройду и все срежу до основного скажем листа то есть вот вот до сюда вот так вот буду срезать но вот на желтом пионе здесь по одному бутону на цветоносе ведь такое строение пиона поэтому здесь уже цвет цветок цветет потом вот осыпается и все очень пышный в этом году у меня это white cap он конечно очень пышный очень нарядно красиво смотрится а еще покажу розочки у меня начали зацветать это роза юбилей принца до монако пытались ее гусеницы есть я обрабатывала ну немножечко думаю распустится после обработки вроде бы сейчас не видно вредителей вот еще у нее бутончик это юбилей принца до монако у нас еще в городе называют ее юбилей санкт-петербурга потому что эта роза была подарена на 300-летие города и она получила такое свое второе название я ее покупала уже под названием как юбилей санкт-петербурга вот эта розочка была в продаже заявлена с названием гейша не знаю ее точное название тоже вот здесь просто в этом месяц вместе прямо гусеница прошла всем цветочком плохо они распускались у меня она это моя гейша желтая в данном случае вот такое с таким названием я ее покупала одна из первых розочек здесь еще бутончик будет цвести здесь еще не зацвел бутончик а здесь клематис немножко ему не хватает зелени но цветов очень-очень много это тайга цветов очень много прям вот весь усыпан цветами хотелось бы чтобы еще листьев побольше было и будет тогда великолепно смотреться вот такой он синий зеленый и покажу еще розочки начинают зацветать это heavenly pink уже сейчас достаточно хорошо распустилась такие красивые нежные соцветия у нее приятный очень нежный аромат от розы и еще роза меня очень радует вот это сейчас она на бутонах тоже ароматная роза это марилу марилу я ее покупала как срезочную розу чтобы срезать на букет и ну прямо не могу сказать что у нее такие прям стволы но в принципе вот если посмотреть небольшой букет не очень длинный скажем сантиметров 25 наверное эти розочки будут ну то есть они без соцветия они как вот одна на ветке это роза ну конечно для срезочной хочется более мощную такую веточку стебель и всего-то здесь вот пока вот роз пока 5 веточек всего то есть если срезала букет и все вот такая роза здесь у меня еще на бутонах это ли он срос на бутонах распускается у меня роза алоха вот такие у нее бордовые бутоны серединке у нее оранжевый цвет на солнце там проявляется желтый и сейчас покажу в распуске уже есть бутончики которые распустились вот они вот вот такие красненькие маленькие она сама бутончики у нее маленькие коротенькие такие по высоте а потом она распускается вот покажу один распустился полностью вот таким махровым цветком он не очень конечно большой в диаметре может быть 78 сантиметров но он такой махровый и получается снизу вот такие бордовые оранжевые здесь желтенькая серединка вот такая роза очень сильная мощная такая роза крепкая ее тут укрепила поставила повыше дугу закрепила а вот розочка симпатии у меня конечно вот заболела после заморозков не знаю она выпустила вот здесь вот один стебель если он не перейдет в шиповник то буду надеяться что у меня это роза оживет сейчас пока не могу сказать но стебель я подрезала подрезала и практически вот он все равно до конца так и не выздоровел буду надеяться вот на этот побег от розы здесь роза пересорт не знаю ее название все время она цветет вот так вот одним стеблем пока смотрю не дает она мне прироста выдает один бутон достаточно большой бутон будет крупный цветок и все вот такая роза загадочная у меня здесь остерба к цветению готовится ну вот такой обзор небольшой цветочков а вот я даже не заметила у меня лен с роз оказывается начинает распускаться просто один бутон от в центре он такой нежно кремово белый очень мне нравится эта роза она очень продолжительно цветет очень нежная красивые соцветия у этой розы они такие не чисто белые кремово белые здесь еще бутон ну сейчас вот розы все больше и больше будут цвести заодно посмотрела сейчас вредителей нет ли никого не видно не гусениц две обработки я уже сделала буду наблюдать дальше если понадобится то значит буду проводить еще и третью обработку чтобы розы могли все распуститься здесь у меня маленькая розочка рафаэла но что-то она тоже плохо перезимовала пока я ствол оставляю будет видно как она восстановится очень много вот таких сорняков распространяется сильно убирать какой мощный частенько так встретить можно сразу убираю здесь очень красивая роза но пришлось в этом году срезать полностью вот до основания срезала от корень срезала поэтому цветение будет попозже и не такая высокая то есть вот она обычно вырастает полтора метра и дает цветение сейчас у нее наверное где-то сантиметров 80 не больше но бутона уже она выдает у меня я ее покупала как глория дэй но она очень переходит быстро в розовый цвет поэтому есть сомнения что это глория дэй но такое у меня пока название растет под таким названием но получается в этом цветнике у меня глория дэй хэвенли пинг мэри лу рафаэла которые вот не знаю живет или нет кремовая леонс роуз здесь алоха розочка очень большой куст прям широкий большой большой куст здесь таким же бы была симпатия вот что-то с ней случилось вот это неизвестная красавица это восемь роз здесь цветники три розы здесь тоже должна быть леонс роуз насколько я помню это леонс роуз здесь гейши и юбилей санкт-петербурга три розочки здесь тоже роза начала погибать но начинает сейчас отрастать это палеантовая многоцветковая розочка розовенькими весной что-то вот заморозок ее так ударил но есть живые стебли я периодически и опрыскиваю подкармливают вот тут целой всем опрыскиваю здесь английская розочка вот такая бордовая вот видно что бутон такой немножко вот не хочет раскрываться это был вредители были я опрыскивала ну здесь вот вроде получше роза и здесь тоже желтая роза английская набирает бутоны с этой стороны 336 роз в этом цветнике golden celebration черри бренди и amber queen 3 розочки и здесь из роз набирает еще цветение это по-моему чарльз дарвин у меня посмотреть как она зацветет pet ostin розочка будет такая александров кент горячий шоколад и роза абрахам дерби еще пять розочек то есть где-то всего около 28 роз и еще две конечно же плетистые ну 30 роз получается в саду конечно же ламинтанц и амадеус получается 30 роз сейчас уже вечер можно поливать огород пойду поливать в парнике на грядках поэтому видео заканчиваю всем пока